Всем привет! Мне сегодня, знаете, что подумалось? А почему бы нам с вами не прогуляться по всем местам? В моей орхоколлекции, где начинается роспуск орхидей сезона цветения осень-зима 2021-2022 года. Начало цветения, необыкновенное таинство раскрытия первых бутонов, созданных цветоносов этого осеннего сезона. И я сегодня вам покажу начало роспуска или средний уже уровень роспуска цветоносов. Ну и где-то, конечно, вы увидите, насколько много сейчас созревает цветоносов, формируется в бутонах на моих орхидеях. Начало видео это дорощенный цветонос на орхидейке. Африканский закат, либо Голден Ривьер, либо Карина. Есть вроде как четвертое еще название этой орхидейки. К сожалению, я его не помню. Немножко мутированный. Вот такой, смотрите, видите, перфорированный цветочек в варианте полубабочки какой-то. Вот такой интересный, необычный. Здесь всегда все, в принципе, стандартно, нормально. А вот, видите, есть некоторые особенности на некоторых орхидейках. Такое бывает достаточно часто. Очень меня спрашивают давно. Ирина, как поживает маскарпоне? Обалденный, красивый белый сыр в варианте орхидеи маскарпоне. Вот, пожалуйста, дораспустил все свои бутоны. Так получилось, что бутон был сформирован, перевернут. Но, вы знаете, начинает сбрасывать цветочки. Почему? Потому что у него под тяжестью цветов, видите, немножко деформировался цветонос. Как бы получилась вот такая вот складка. Вот, ну, пока ничего, держит. Это очень необыкновенный цветок. Напомню, что эту орхидейку я купила, когда привезли растения на день учителя. Вот уже, считайте, сколько практически. Скоро будет два месяца, как, в принципе, еще держит он свои крупнейшие цветы. Вот, не могу вам показать красиво. Но вот, вот так вот заглянуть, вот этот перевернутый цветочек, возможно. Так, пойдемте дальше. Сейчас я вам буду показывать все-все-все. Мамина улыбка отцветает. Долго держала цветы. Начинает роспуск. Биглип, Янг Принц или Эдди Уайт. Два названия вы мне написали, когда я обратилась к вам с призывом, девчонки. Пожалуйста, помогите определить название. Вот, пожалуйста, два названия были предложены. На этой орхидее два цветоноса. Из старого цветоносика от росточек. Вот, пожалуйста, четыре бутона. И формируется сейчас хороший, красивый, гусеобразный каскад. Я думаю, что цветочков будет немало. Распускается он всегда такого плотного молочного оттенка. Потом начинает немножечко, как бы, плотность белого, такого основного окраса распространяться по цветку за счет того, что цветок растет. Он постоянно растет. Раскрылся небольшим. Сейчас вот уже, ну вот смотрите, он уже где-то 8 сантиметров. Вот такой цветочек. Побежали дальше. Вот там у меня лес цветоносов. Обязательно мне захотелось вам показать этот лес. Там два беглипа красивых. Один темный, другой светлый. И среди них цветонос каменной розы. Я ожидаю красивого бурного цветения этого сезона. Мы с вами на лоджии в спальне, где находится большая часть моих орхидей. Я вам очень хочу показать вот эту орхидею. Эта орхидейка имеет в прародителях два очень красивых сортовых гибрида. Орхидею Вуду на Сога Релакс. Обалденно! Эту орхидею я привезла с выставки Санкт-Петербурга. В размере 2,5. Но она мне дала уже новый домашний цветонос. И вот, посмотрите, очень красивая, необыкновенная структура самого цветка. Очень-очень красиво смотрится. Посмотрите, тут какая-то вообще у меня полубабочка раскрылась. Цветет всегда, цветет везде. Как в той песне, немножко перефразировав. Она доращивает постоянно свой цветонос. Это вот два новых, абсолютно новых цветочка бутона распущенные. Сезон осень 2021 года. Распускается всегда очень вот так вот наполненно, насыщенно. окрашенной, прежде распущенные цветы. Вот это цветы, посмотрите, эти цветочки были сформированы во время летней жары. И где-то распускался этот цветонос в конце июля месяца. Вот посмотрите, сколько времени эта орхидея держит на себе цветы. Не сбрасывая предыдущие распуски, формирует новые бутоны и цветет просто обалденно. Да, пока немного. Вот сейчас на сегодняшний момент сколько? Шесть цветов. Но вы знаете, я так думаю, что дальше будет больше. Растение пока находится в размере, вот оно, 2,5. Пока содержится так, как и было в амхе. Но вот двойной горшок. Второй горшочек был приспособлен мной на дне керамзит мелкой фракции. Обалденная орхидейка. Я думаю, она очень-очень вам приглянется. Если у кого будет возможность купить вот такой сорт, пока названия у нее нет. Это вот такой экспериментальный метод скрещивания очень популярных сортов. Вуду и Сога Релакс. И получилось вот такое вот необыкновенное природное шедевральное явление. Появление нового гибрида. Очень красиво смотрится. А вот эта мимимишная красавица имеет классификацию мини-орхидей. Цветет постоянно. Цвела зимой. Цвела летом. А теперь цветет осенью. Необыкновенная, обалденная. Вот посмотрите, у нее тут цветонос на цветоносе. Посмотрите, как она посажена. Закрытая система посадки. Орхидейка покупалась в маленьком-маленьком стаканчике. Маленького-маленького размера, чуть больше, чем спичечный коробок. Несмотря на то, что цветочка у этой орхидеи маленькая, она изумительно выглядит. Она как бусинка. Очень красивая. Имеющая такая белесый. Вот видите, они такие белесые звездочки. Кончики звездочек. Как будто видите, вот раз-раз-раз-раз. Очень симпатичная. Так, сейчас я не знаю, ароматная нет. Аромата не чувствую. И вот посмотрите, меня очень часто спрашивают. Мини-орхидеи, мини-орхидеи. Что ж это за интересная такая сказочная страна мини-орхидеи, девчонки? Ну, становятся они миди. Становятся. Дорастают они до размеров среднего уровня. Миди-орхидеи. Те же самые практически, что и мультифлорки. Вот, поэтому не могу вам сказать, что у меня даже в коллекции есть хоть одна сохраненная мини-орхидея. Именно мини. Все они растут неплохо. И каждый последующий листочек становится больше предыдущего. Но нет такого, чтобы листья прям какими-то размашистыми росли. Ну, вот посмотрите. Вот, пожалуйста, вы сами можете сейчас посмотреть, какой размер сейчас имеет эта орхидейка. Очень хорошо растет. Закрытая система посадки. Она много корней в посадке отрастила. Ну, а потом воздушка у нее пошла расти. Начинает свой распуск моя орхидейка. Название, не знаю. Это та орхидейка, которую я спасла с залитого состояния. Принесла, привезла ее из командировки с Леруа Мерлен. Ехали мокрые, но довольные, что возвращаемся домой. И все-таки я смогу хоть как-то попытаться спасти эту орхидейку. Корневая система которой была, ну, в удрущающем состоянии. Видео на канале было. И вот, знаете, вроде стандартненькая, вроде такая она, ну, обычненькая. Но вы знаете, насколько это благодарное растение. Она всегда делает такие хорошие, красивые, объемные, мощные букеты. Ну, здесь не мультифлорный нет тип цветения. Скорее, какой-то такой стандартный. При этом цветочек распускается вначале небольшой. Потом немножко потенциально растет. Цветет постоянно. Постоянно, постоянно, постоянно доращивает свои цветоносы. На укороченных цветоносах у нее пробуждаются, вот, пожалуйста, почечки. Кстати, сорт этой орхидеи какой-то непредсказуемый, очень длинный цветоносый. У меня были цветоносы на этой орхидейке полутораметровые. Мне просто пришлось их немножко укоротить, потому что уже некуда было размещать. У нее на сегодняшний момент три цветоноса. Вот еще один ее. Раз, два, три. Три цветоносика. Ну, посмотрим, как она распустится. Все будет вам обязательно, обязательно показано. Так, мы с вами на верхнем уровне полукруглого стеллажа. И у нас начался, посмотрите, роспуск вот этой вот волшебной, сказочной, рыжеглазой. Вот, красавицы, кто-то зовет эту орхидейку яичница, реально глазунья, потому что там сердцевинка как желточек. Вы знаете, множественные цветоносы, вот посмотрите, да, много-много. Вот еще это тоже цветонос Дарвина, вот цветонос Дарвина, вот цветонос, вот цветонос Дарвина. То есть множественный цветонос. Вы представляете, какая будет красавица, множественная глазунья в варианте цветения орхидейки Дарвин. Ой, вообще, посмотрите, какая желтая красавица. Кто-то мне писал, что в домашних условиях, вроде как, говорят, он неяркую сердцевину дает. Девчонки, у меня очень яркая сердцевина, обалденная, действительно, как желток. А знаете почему? Неяркая сердцевина у Дарвина, именно губка, может быть в результате того, что орхидей испытывает нехватку подсветки. Когда, вот видите, у меня тут цветоносы распускаются, формируются бутоны под хорошим освещением. И поэтому окрас центра орхидейки именно такой, который, какой должен быть. Начался распуск орхидейки. Знаете, что это за орхидея? На ней две детки. На детках у обеих по цветоносу. Сама орхидейка отрастила вот еще вот такой хороший букетик. Орхидея называется Баблис. Либо пузыряки. И вот такое у нее необыкновенное название. Она действительно смотрится, как такие очень красивые воздушные пузырики. Продолжает свой распуск созданных бутонов на взрослом цветоносе. Вот две веточки были пробужены. Орхидейка Бамонт. Очень красивая, необыкновенная. Знаете, чем она отличается от других цветов, других орхидей фаленопсисов? Знаете, у нее, у этой орхидейки необыкновенно крупная губа. У меня есть еще одна орхидея в коллекции из 500 штук. Представьте, да? Вот именно про две орхидейки я вам могу сказать, что у них как-то утрирована большая губа относительно именно лепестков. Когда распустится вторая орхидея, я обязательно вам покажу. Она сейчас формирует на своих цветоносах бутоны. И когда начнется распуск, вы обязательно все увидите. Вы поймете, про что я говорю. Вот смотрите, да? Центр, как будто бы такая, как будто кратер вулкана, призывающий, приманивающий. Вот такой вот крупный, центральный размерчик. Распускается красавица. Вот беленькая орхидея. Обожаю ее. Она очень давно у меня в коллекции. Посмотрите, какая она необыкновенная. Несмотря на то, что она прям такая беленькая-беленькая, вроде кажется, ну, белая, да белая. А нет. Вы знаете, на этой орхидеи всегда обалденно красивые каскады с ниспадающих цветов. Множественное покрытие бутонов. Вот посмотрите, тут бутон на бутоне. Вот посмотрите, вот это все она, она, она. Вот здесь, вот здесь. Очень красивая орхидея. Я ее обожаю. Как она красиво смотрится рядом с темными оттенками цветущих орхидей. Вот распустится бордовый рядышком, вот, возревает цветонос жемчужины императора. Вот дорастет до этого уровня. Долго вот эта орхидейка держит, конечно, цветы. И я думаю, что успеет созреть цветонос жемчужины императора. И уж тогда я вам покажу, как они смотрятся рядом друг с другом. Вот это как бы разбавляет темный окрас жемчужины. А жемчужина дополняет своим мощным темным окрасом, подчеркивая нежную белизну этой орхидейки. Очень красиво. Ну, они даже вот сейчас, смотрите, ярко-розовый бумонт. И вот эта беленькая орхидейка очень-очень красиво смотрятся рядом с друг с другом. Ну, и мы с вами в самом центре моей орхо-коллекции. Это зимний сад. Все верно. Наверное, много догадался, кто, про что я говорю. Мария Тереза. Вот, пожалуйста. Я вам постоянно ее показываю. Не показывать эту орхидею, просто преступление. Ее показывать нужно всегда и везде. Посмотрите, какая красота. Это очень красиво. О, посмотрите, разбудили животное. Так, кто-то у меня спрашивал, как же Сима? Вот, посмотрите. Симош, покажись нам. Ну, моргни глазиком. Дима, я девочка. Все, ничего. Спим, отдыхаем. Так, давайте дальше к орхидеям. Пожалуйста. Вот. Сейчас цветопередача камеры стопроцентная. Согласитесь. Да, на эту орхидейку можно любоваться. Вечно. Красивая. Каскадистая. Попробуждала тут. Посмотрите, вот кучу почек опять. Там новый цветонос лезет. Это все всегда то, что я вам рассказываю, показываю эту красоту. Мария Тереза, она удивляет меня всегда. Да, посмотрите, какая доращивает бутоны. Ну, вообще, зачетная орхидейка. Давайте спускаемся уровнем ниже. И что я вам показываю? Посмотрите, начинает показывать свое личико. Во втором распуске бутона орхидея. Девчонки, ну, вы же, наверное, понимаете, кого я вам сейчас показываю. Это орхидейка легата. Шикарная, красивая, с ароматом ландыша. Когда у меня спрашивают, Ирина, а чем пахнут парфюмерные фабрики? Девчонки, парфюмерные фабрики пахнут очень... Они даже не пахнут. Они ароматят. Они источают аромат шикарной, обалденной, дорогостоящей парфюмерии. А вот эта красота, это ландыши. Формируется у нее вот цветонос. Я жду, конечно, что в этот раз она меня удивит. Немалым количеством бутонов. А это орхидея. Обалденный ирис. Вы знаете, вот не могу я видеокамерой передать то восхищение, которое я испытываю, когда я смотрю на эту орхидею. Посмотрите, какая красота. Необыкновенная. Как-то мне Антонина, моя давняя подписчица, она постоянно оставляет комментарии под видео. И ВКонтакте она мне прислала фотографию этой орхидейки и говорит, ну понятно, это, наверное, дикий кот. Я говорю, нет, Антонина, это достаточно редкая. Ну, это не популярная орхидея. Не так вот, что прям за ней бегали. Но в результате этого она и редкая. И в результате этого она вот для меня, она считается каким-то необыкновенным чудом. Которое, слава богу, у меня есть в коллекции. Я очень редко у кого в коллекциях вижу эту орхидейку. Посмотрите, она, конечно, похожа на наших котяр, разных там ягуаров, дикого кота. Но только похожа. Вот. У нее достаточно длительное по времени держание цветов на цветоносе. Доращивание бутонов. Вот этот совершенно, вот буквально пару дней назад распустился. Посмотрите, какой он яркий. Летние цветочки этой орхидейки, вот они меньше наполнены темным оттенком. А вот эти, пигментация темная, да? А вот эти вот тоже летние, видите? И как отличаются новые осенние бутоны, сформированные в более холодное время. Очень плотный окрас темной пигментации. И рядышком у нас притаилась красавица. Популярная орхидея, которая содержится в коллекциях у многих коллекционеров, орхолюбов. Это орхидейка, знаете, прекрасная Рауэлла. В этом году сезон осень-зима. У нас будет цветением пока в два цветоноса. Вот распускает новый. У этой орхидейки есть способность достаточно быстро выгорать цветами. Я замечала это, да, это действительно такая особенность этой орхидейки. Впоследствии, может быть, где-нибудь через месяцок эти цветы не будут вот такими вот с красными. Красного наполнения станет чуть поменьше. Но я вам могу сказать, мощная орхидея. Посмотрите, какая здоровенная. Что у нас там? А, у нас там сухенькие кусочки цветочков болтаются на листьях. Ну, знаете, тут у меня просто полный такой дремучий лес. И вот у нас новая почка пробуждается. Ну, любит Рауэлла цвести. Это ее любимое занятие. Вот, красивое. Это обычный стандартный фаленопсис. Но, вот, имея вот эти вот красные прожилки на своих лепестках, он не похож ни на один фаленопсис. И распускается моя орхидейка а-ля Сакура. Я ее так зову. Вот, посмотрите. Нежный-нежный розовый оттенок, когда покрывают цветоносы распущенные бутоны, когда много-много цветочков распускается. Вы посмотрите, что она творит. Какие у нее в этом году цветоносы. В том году, кстати, тоже я помню, у нее было какое-то шикарнейшее цветение. Объемное-объемное. Вот, посмотрите, это все ее. И вот ее. Вот, раз, два, три, четыре. И вот, почечки идут. Деление цветоносиков. Но начала распускаться. Лес цветоносов, который вот располагается в этом уровне. Вот, посмотрите, что творится, да? Очень-очень много цветоносов на моих орхидейках. Вот здесь два цветоноса. Эта орхидея необыкновенная. Какая она красивая. Я такая радостная, что у меня в этом году на этой орхидее два цветоноса. В том году, кстати, тоже было два. Немного у нее по шесть, по семь цветов всегда бывает на каждом цветоносе. Но, так как у нее всегда два цветоноса, это, знаете, это очень-очень красиво, восхитительное зрелище. Кстати, вот этот цветонос тоже моей сакуры. Это пятый цветонос. Вот так. Вот так с ума поздурели. У меня в этом году мои орхидеи. Куча цветоносов. Я понимаю, что сегодня видео опять у меня получается достаточно длинным. Поэтому оставшиеся, не показанные вам распуски моих орхидей сезона осень-зима 2021-2022 года в следующих моих видео. А на сегодня мы заканчиваем. И хотим пожелать вам всего доброго, здоровья и благополучия. Шикарного, красивого, объемного, мощного, восхитительного, изумительного цветения вашим орхидеям. Всем пока-пока. Ну и до новых встреч. Пришла ко мне помогать, видео записывать, да? Концовку видео надо записать. Ну а как без этого, да, Симония? Ты моя, ты красавица, помощница, да. Очень какая-то беспокойная стала. Не знаю, что ей мешает. Прям беспокойная киска. Моё девочка, хрюкает. Как только я принесу стульчик, Сима тут как тут. Да, Симош? Любимое занятие. Забрать у мамы стул. Сим, ну как так? Ну, золотые глаза. Ты моя золотоглазка. Всё, девчонки, пока. Всем-всем. Симон. Продолжение следует...